Привет всем! Тема данного выпуска – как выходить в стоечку, в группировку, из каких положений и почему у вас не получается этот выход. У вас получаются, допустим, такие варианты, как раз, два, либо плечи вперед уходят, либо вы толкаетесь, но сильно-сильно толкаетесь, но что-то идет не по плану. В чем же дело? Давайте разберемся. Итак, первоначально, если вы, в принципе, уже умеете стоять в группировке, допустим, в стойку выйти, ноги вместе, опуститься вниз в группировку, в принципе, вы готовы понимать, что вы уже умеете стоять, и как все-таки с двух ног выйти в эту стойку. Ну, это полезно, в принципе, для разработки плеч, для спичака. Кто учит спичаки, нужно в десятки, сотни раз работать эти выходы. Можно сначала толчком, потом силой и так далее. В общем, мега полезное упражнение, базовое, которое пригодится абсолютно всем. Ну, как же выйти? Основные ошибки это то, что люди работают без наката, то есть стоят в какой-то позиции, ноги, допустим, далеко от рук отставлены и толкаются куда-то вверх, непонятно что-то делают, расставляют коры, не зажимаются. Потом хитрость одну покажу, для кого-то, может быть, не новость, а для кого-то, в принципе, действительно, будет главным секретом, вспомогателем для того, чтобы выйти в плотную группировочку. Вот, ну, это чуть позже. Вот, первоначально мы руки ставим, ну, на одной линии носочками, подходим ближе, как можно, ну, ближе к точке опоры. Коленки где-то ваши должны быть находиться на уровне вашей кисти. Вот, и немножко загрузив своим весом, дав натяжечку, загрузить руки своим весом, вот, только после этого пытаемся в их толкаться. Вот, можно делать с небольшого наката, допустим, стоим вес на ногах, переносим вес на руки и только потом начинаем толкаться. Можно для начала поработать по одной ноге. Тут главное нужно понимать, что работа плеч у нас идет такая. Мы толкаем вниз в пол ручками и головой, плечами пытаемся плечи поставить под таз. Таз на плечи наверх закидываем, а плечи под таз подставляем. То есть, все одновременно работа происходит. Не надо держать плечи здесь вот спереди, толкаясь таз, закидывая, вы будете прогибаться и ничего, и лицом вниз только упадете. То есть, обязательно, помимо закидывания таза на плечи, нужно плечи подставлять под таз. Вот, опять же, если вы, в принципе, физически к этому готовы, если вы только недавно изучаете стойки, еле-еле-еле там стоите 15-20 секунд из-за стены и все, то вам, в принципе, пока еще рано это делать, вы еще не способны просто лицом вниз упадете. Так вот, накат делаем вперед, таз повыше приподнимая, провожаем ножками, выпрямляя их, провожаем свой таз наверх и в конце уже стопами, носочками отталкиваемся. Более усложненный вариант, когда мы уже с подъемов, те, кто уже умеет большей силой выходить в этот элемент, в эту стоечку, это уже более полезно для отработки, для укрепления плеч, скажем так, работы пресса, спины и для отработки спичка в будущем. То есть, чем медленнее вы вытягиваете, тем лучше. И вот так вот можно на количество работать с детям, допустим, кто изучает спички. Итак, еще один маленький секретик для того, чтобы вы не разваливались во время выхода в эту группировочку. Это очень важно, уметь не разваливаться, в принципе, иначе будет абсолютно практически бесполезно упражнение, если вы будете делать что-то типа вот такого, типа левого такого, и потом пытаться вниз опуститься. Нужно уметь все-таки правильно делать. Для этого можно взять волшебный кубик, его прижать бедрами груди к животу и отсюда уже выходить в эту стоечку. Это необходимо для того, чтобы держать именно спину кругленькую, вы были такие собранные, крепкие, ну, в принципе, чтобы вы не развалились. Но, опять же, это для тех, кто у нас уже довольно-таки небольшой, ну, немаленький опыт имеет в этих всех упражнениях. Для новичков это, ну, не подойдет, ну, никак. Невозможно новичку выйти, взять, толкнуться. Вы развалитесь, скажем так, вниз упадете. Вот. Но для тех, кто уже умеет без кубика хотя бы что-то там как-нибудь вот так вот вылазить, выходить, возьмите кубик и попытайтесь поработать с ним. Чуть-чуть тяжелее, но правильнее, потому что здесь больше уже акцент, здесь толкнуться не так сильно удобно, уже ноги меньше работают, а именно больше плечи и руки работают. Толкаем вниз, выдавливаем себя в линию, вставляем плечи, вот. И будут намного полезнее. Можно меня отметить, выложить видео с тем, как у вас все получается. Я могу дать комментарий на тему, какие у вас ошибки, допустим, и что нужно исправить. Вот. Поэтому в Инстаграме можно выкладывать, меня отмечать. Я вам помогу по мере возможностей. Вот. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Буду рад, если вы напишите комментарии, свои вопросики, поставите лайкусики, подпишитесь на меня. Вот. И надеюсь, у вас все получится. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.